Приветища, это Роуд69, а это я в лице маленького подростка Автостопера. Сюда мы дошли на своих двух, потому что здесь стоит знак никаких Автостоперов. Автостопер... О, копы! Здорово, 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 здорово! Привет, какой лысый полицай! А чё они тут гоняют? Ещё с мигалками на вызов, по всей видимости, поехали. Прошлое видео зашло, было очень много лайков и просмотров, поэтому мы продолжаем эту удивительную историю. Надеюсь, она будет продолжаться как можно дольше и как можно сильнее нас захватывать. Тачки всё гоняют и гоняют, но мы Автостопе здесь не имеем права. Дошли наконец-то... Оу, ничего себе, коповская тачка тут разбитая. А, нет, это не коповская, обычная тачка. Ничего интересного, идём в гущу событий. Чё за ребята? Так, план все знают? Да. Сто пудов, поехали. Эм, ребят, мне кажется, или вон тот поганец нас подслушивает. Эм, 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 тихо, тихо, тихо. Тут не надо что смотреть, парень. Я просто мимо проходил, чё вы, чё вы? Я вон хотел посмотреть, что там происходит, там вон массовочка какая-то. Тут не надо что смотреть, вали отсюда. Да щас, щас, щас. Чё такие напряжённые-то, ребят? Катись отсюда. А, все с вами ясно, вы за эту тётечку хотите голосовать. Ну, удачи, чё. А я покатился. Да ты задолбал. Я уже ушёл. О, какие-то лимузины. Понятно, почему тут копы теперь ездят. Они охраняют важных людей здесь. Где он, Соня? Почти пора. Даже не знаю. Возможно, может, я его на этот раз слишком сильно оскорбила. Найди кого-нибудь, чтобы всё заснять. И живо. Ты знаешь, как ему это важно. Где я найду такого лоха? Эй, ты! О-о, нет. Не-не-не, меня здесь нет. Повезло тебе. У Сони есть для тебя работёнка. Деньги мне не лишние, в принципе, но, блин. Это же журналистка. Она там начешет чё-нибудь. Какой ты огромный. Интересно, интересно. И ты тоже такой здоровый. А, ну правильно, я же подросток. Туда мне не перелезть никак. Ну, ладно, пойдём поболтаем с этой Соней. В принципе, денег мне бы, наверное, под заработать стоило. У нас всего три бакса с собой в кармане. Давай спросим, что за работа. Да самое лучшее. Будешь снимать меня для телевидения. Я пас или по рукам. Ну, ладно, давай по рукам. Отлично. Теперь ты мой новый оператор. Держи камеру. Время сраного волшебства. Ммм, какая ты красноречивая. Ну, пойдём волшебство творить. Выглядит она, конечно, симпотно, но голос у неё отвратительный. А вот моя камера. Это моё рабочее место, да? Ух ты, какой у тебя кулон красивый. Ну, в общем, погнали. Это просто джинсы-пронасос. Ничего особенного. У нас есть минутка. Если тебе охота, типа, поговорить, например, спросить моё мнение о чём-нибудь важном... Ммм, можно я просто дорогу поснимаю, или вон-то поснимаю, или что угодно. Поснимаю, но только не тебя. Ты какая-то противная. У меня есть вопросы. Посмотрим, насколько ты дружишь с головой. Знаете что-нибудь про полицию на трассе 96? Кстати, да. Может, совет какой на дорожку? Вы делаете репортажи о подростках, переходящих к границу? Давай, наверное, это и спросим. Так, важные вопросы. Если Флорес выиграет, подростки перестанут пытаться бежать? Может, вам попробовать беспристрастную журналистику? Гражданскую гору? Вали отсюда! Сказать я ей могу оскорбить прямо вот так. Давайте спросим про выборы. Флорес победит? Ха! Хорошо, погнали. Начнем с заставки. Вот так хорошо. С рекламным щитом за моей спиной. Как я выгляжу? Впрочем, сама знаю. Восхитительно. Да, вот так. Три, два, один. С вами Соня. Это прямой репортаж с места расположения новейшего нефтяного насоса Петри. Буквально секунды спустя министр нефти произнесет речь. Новый насос в подарок терака вскоре начнет обогащать нашу... И без... Не двигайся, блин! Когда я говорю! Черт не нравится, иди сама себя снимай, чучело, блин! Выпендривается еще. У меня просто квадрат в красном загорелся, и все. А во. Итак, о чем я? А, новый насос в подарок терака вскоре начнет обогащать нашу и без того богатую страну. Можно я сниму вот это? Снято! Буду честный. Ты худший оператор за всю историю видеосъемок в мире. А че с твоим голосом стало? Как только я начал тебя снимать, у тебя голос сразу такой О, пушистый. Да я из кожи вон лезу, че ты? Не верю. Что нужно? Деньги? Налички? У меня нет. Но вот, держи. Че ты еду мне дашь? Че ты мне руку протягиваешь? Счастливая звезда получена. Это какая-то способность, слушай. Кажется, удача на вашей стороне. Вся вероятность выпадения костей увеличилась на 15%. О, круто. Спасибо. Ого, что это такое? Амулет на удачу. Мне помог, может и тебе поможет. Ну, спасибо. Ладно, персик. Теперь снимаем министра. Заставь толпу аплодировать, когда он упомянет президента Тирака. И улюлюка с неодобрением, когда упомянет Флорес. Ясно? Какая же ты продажная, а это же манипуляция народом. Нет, я за чест. Я не буду так делать. Ты же не из этого молодняка, который изменит мир к лучшему и все такое. Делай, что скажет. Так, он подходит к подиуму. Снимай. Здорово, здорово, дорогие граждане. Мы собрались сегодня на церемонии открытия насоса. Не забудь про крупные планы. И насос этот поражает мощью и красотой. Как и наша нация, как и наш президент. Кстати, о нашем президенте. Выразим ему наши благодарности аплодисментами. Давай сделаем. Бу. Что ты творишь? Флорес. Флорес считает, что нужно отказаться от ископаемого топлива и оставить всех без работы. А что вы, труженьки Петри, думаете о Флорес? Подбодрить надо. Короче, вот это теракт бородатый. Ты мне карьеру укупишь, зайка. Все пофиг. Ходят разговоры об усилении активности бригады. Беспокоят ли они меня? Нет. Я даже отпустил дочку, подростка в путешествие. Президент теракт. Гарант безопасности народа. Слава президенту теракту. Так это мы с его точкой тусили в прошлый раз ночью. Хм. Я сказал слава президенту теракту. Хотя кто-то вон, смотри, с тераком, футболка терака. Прекрати. А то что? Ты сама попросила меня. Суть, что там? Терак лжец. Подростков ежедневно сажают в кутузку. Терак, фашист и диктатор. Голосуйте за Флоры, спасите страну. Остановите их. Сейчас же. Беги. Че, че, кого снимать-то? Крупный план? Или дальний план? Или как это? Я тут, Соня. Заткнись. О, нифига себе, нифига себе. Там кого-то колошмарит. Стоп, помогите. Твою ж налево. Такие репортажи точно не наши. Чуть позже. Из нескольких часов, когда все разошлись. Кажется, пора садиться в лимузин и уезжать. Как любой порядочный журналист, заканчивающий репортаж. Абсолютно. О, ладно. В целом, заставка снята хреново. Ну, я в тебя верила. Сама когда-то была бедным, оборванным подростком. Пока съемку министра тоже не сбороли. И это чуть не стоило Соне работы. Плохой ребенок. Плохой. Да пошла ты. Короче, надеюсь, что больше тебя не увижу. Никогда. Адам, поехали. Фу, какая противная тетка, ужас. Короче, вот эти чуваки, которые здесь сидели, они были против терака. И когда я начал бодрить толпу против терака, они, короче, вскочили. Типа, фу, терак, терак. И копы сразу на них сагрились и начали калашмарить. Девчонку забили, а парень с другой девчонкой успели убежать. Да, вот это, конечно, дела. Вот это дела. Ладно, давай автостоп ловить. Здесь вроде можно. Жалко, конечно, операторство мне подзаработал. Ну, что поделать. Я за честность, как говорится. 422 километра до границы. Я уже познакомился с четырьмя личностями. Зои, Джон, Фенни и Соня. Лучше всех мы узнали, конечно же, Зои. А Соня 16% всего. Ого, вот это пламя у него. Бандюганы. О, меня бандюганы подводят? Че ты на меня вылупился? Крутой байк. Не быстро едем? Крутой байк, конечно. Эй, ты! Не доводилось встречать женщину по имени Соня. Только что вот с ней виделись, чуваки. Вообще-то доводилось. Какова вероятность за впадение? Сто к одному? Лее, ты еще к одному. Надеюсь, вы меня не пристрелите? И как она тебе? Милая, я даже не знаю, пустышка. Эй, аккуратно. Мы о Соне говорим. Че, это чья-то подружка? Да, поаккуратнее на поворотах, приятель. В смысле, она была... Ой, извините. А теперь плохие новости. Соня в опасности. Че за дела? О, нет, это плохо. О, нет, это плохо. Кто-то хочет убить славную Соню. Наш план – остановить убитчу. Да, желательно до убийства. Да, до того. Это отличный план. Что известно о убийце? Нам кажется, что этот псих – таксист. Да ладно, я думал, это теракт. Вы так много знаете, таксисты – обычно мирные чуваки. Че вы? Нет, но как мы упомянули, таксист – псих. Таксист – вполне логично. По-моему, это два дебила. А вот что нелогично, Стэн. Так это почему мелкотня в люльке? Учитывая, в каком она состоянии. В смысле она? Вы про меня или нет? Что не так с люлькой? А, в каком она состоянии, в смысле люлька. Да вроде нормальная люлька. Что не так с люлькой? Ты, младенца, перепутал. Митч, еще бы. А, черт. Спроси что-нибудь, если хочешь. Может, отвлечешься от страха. Да, в принципе, нормально. Едем хотя возле обрывов. Можно и штанцы сменить скоро. Ладно, спрошу что-нибудь. Совет есть какой на дорожку? Не подскажете, как мне перейти границу? А на трассе 96 много полиции? Ну, давай про границу. Все про границу говорят. Мы с Митчем никогда бы такого не сделали. Петрия к нам была добра. Сделала нас ворами, все такое. Но, говорят, контрабанды могут помочь. Надеюсь, бригада разрушит стену. Надеюсь, что вижу, как Флорес празднует победу до перехода границы. Ну, давай вот. Мы же за Флорес топили. Давай вот это вот. Хочешь женщину президента, да? Понимаю. В люльке точно безопасно? Я, ну, умру или типа того? Нет. Пожалуй, нет. Главное, наклоняйся на поворотах. В смысле, а до этого я что делал? Конечно, буду. Просто двигайся влево-вправо. Вертанись. Ну, сейчас попробую. А, вот так вот типа. Как мне это сделать? На клавиатуре? Воу, воу, не в ту сторону, чувачок. Тихо, тихо, тихо. Все, я понял, я понял. Давай еще разок. Оп. А, я рулю? Неплохо. Прикольно, я рулю. А почему-то не всегда я это поворачивать могу. Вот они сейчас прямо едут. Дерево только что выросло. Так, и что? Что, все? Пролили, может быть? А, диалог. Это было круто. Это было ужасно. Ну, у тебя нет такого опыта езды в люльке, как у нас. Это врождено. Есть другая идея. Садись позади Митча. Ого. Занась, не бойся. Посмотрите сумки. Ух, нашел кассету, надеюсь, они мне не втащат. Посмотреть глубже. Провал, блин. Так, нафиг. Или поехали. Ладно, давай залезем назад. Ну же, залезь. Я мэ. Что скажешь? О, круто. Да, что скажешь? Офигенно, я скажу. Стэн и Митч, и молодежь. О, таксист. Таксист, стэн. Возможно, убийца тоже. Принесли рюльку и помоги догнать этого таксиста. Окей. Сейчас помогу. Вау. Тут тачке мешаются, чуваки. Конечно, я сижу в люльке и рулю мопедом их. Я вообще гонщик от бога. Он уходит. Он уходит. Оу. Ты видел это? Я чутка подрезал КамАЗ-карс. Точнее, не подрезал, а въехал в него. Опа. Вот сейчас подрезал встречную тачку. Блин. Вот это трасса. Черт, 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 черт. Было близко. Стэн. Надо ехать быстрее. Он уходит. Едем, едем, едем. И как можно быстрее рулю. Вот это погоня. Еще бы оружие какое-нибудь. Черт. Черт, черт, черт. Я кого-то задел случайно. Жапкой. А как там проехать-то можно было? Тормозить-то я не могу. Это опасно, если я въеду случайно в какой-нибудь КамАЗ или тягач. Легковые-то машинки не так страшно вроде бы. Опа. Мочи. На поворотах, конечно, нельзя обгонять, но я обгоню. Он уходит. Я еду. Точнее, рулю как могу. Один топит на газ, а я рулю. А другой тормозит. Откладывая кирпичи от моего вождения. Блин, мы... Грузовик! На бочину можно съехать. Фух. Блин. А вон он таксистый. Такси остановилось. Это может быть ловушкой. Покажи этому водятлу, чудовище Митч. С удовольствием. А, вот это таксист. Поехали. Это будет здорово. Так, водителю удалось рассмотреть. А, я с тобой болтаю. Точий парень в шляпе. И я так думаю. Вы выяснили, как выглядит убийца. Дай только Митчу добраться до этого урода. Какого? Что произошло? Почему он вернулся? Милый человек. Такие люди не заслуживают проблем с двигателем. Что за... Он уходит. Разве это не наш будущий убийца Стэн? Слишком милый. Ты отпустил будущего убийцы, Сони. Митч. Нет. Я не видел, чтоб ты с мотика слезал. Ты струсил. Не струсил. Ребят, тихо, не ссорьтесь. Никто не струсил. Детка прав. Посмотрим на позитив. Мы ближе к разгадке. Да. Почти с цапли этого психа. Стэн, Митч. Теперь чем займемся? Ммм. Можно еще с вами покататься? Думаю, я пройдусь пешком. Что-то вы какие-то слишком отбитые. Как скажешь. До границы 200. О, даже меньше. Я доехал. 9 километров до границы. Да тут пешком дойти можно. Мы еще не познакомились с двумя типами. Это вот с этим психом, который похож был на маньяка, который хотел Соню убить. И с девочкой, которую я в одной из серий подвозил. Точнее, не в одной серии, а в одном из сюжет. Июнь 14-го числа 96-го года. У меня совсем нет энергии. Какие-то джунгли прям. Дорога 96. Мне бы поесть. Очень хочу кушать. Или поспать. Не знаю. Одно из двух. Какой-то заповедник. А, но это близко к границе. Что-нибудь открыто? Нет? Можно пойти? Не заперто. Вон, пойдем. Ну, в принципе, вот эти бандюганы на мопеде, они такие прикольные. Забавные. Харизматичные чувачки. По одному они, конечно, вообще, ну, гроша не стоят. А вместе они прикольные. Соскользнуть вниз. А может не стоит? Может сюда как-то? Ну, ладно. Опа, копы. Типа, мне нужно тут беспалево проходить. Если копы меня заметят, они поймают и отправят меня куда подальше. В кутузку, как там говорилось. Ладно, погуляем по лесу. Может, ягодки найду или грибочки. Пенек. Эх, думаю, что тут ничего нет. Может, медведь выскочит или волк. Конечно, лучше не надо такого ничего. Я же безоружен. Красиво тут. Очень красиво. Дорога налево. Дорога направо. Опа-на. Кажется, тут можно посидеть и радио послушать. Отдохнуть. Играть. У меня же кассеты есть с собой. Какой бы кассету. Мы можем предварительно прослушать их. Длительность 2 минуты 11 секунд. Кстати, в прошлой серии мне прилетели авторские права, поэтому давай лучше не будем слушать от греха подальше. Просто присядем и отдохнем. Да, красота. Еще и горы такие прям. Необычной формы. Как будто волк воет на луну. Мяч футбольный лежит там. Ладно. Пойдем. Сил нам это не пополнило. Здесь сейчас еще тоже глянем, что есть. Вау, вау, вау. Тут мы близко к водопаду подходим. И, в принципе, больше ничего. Хорошо, тогда в обраточку. Сейчас что-то должно произойти. Мы уже слишком долго пись сюжета. Просто гуляем по открытому миру. Что-то должно произойти. Может, мы этого психа встретим в шляпе? Он тут где-нибудь укрылся. В пещере, например, вон там. Сейчас узнаем. Водопад, как парное молоко. Белое-белое. Опа-на, стой. Написать баллончиком Восстаньте. Написать баллончиком Голосуйте все. Написать баллончиком Верьте только себе. Ну, да. Верьте только себе. Давай написим. Это разве Верьте только себе? Что-то фигня. Белый голубь в бронежилете, В который его метятся. На. Лучше бы что-нибудь другое выбрал. Никого нет, случайно. А что, типа, оставшиеся 9 километров Я пешком просто прохожу и все? Даже никого не встречу? Что? Копы? Трубопровод какой-то такой мощный. Сейчас мы увидим, Что тут копы делают. Выйти и пройти вдоль дороги. Ноль километров до границы. Мы дошли. Ю-ху! Поздравляю. Мы это сделали. То есть, по большому счету, Мы сейчас просто границы перелезем? Или еще кого-нибудь встретим? А? 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 Знакомые грузовики? А, их тут несколько. Спрятать деньги. Ну, давай спрячем. Почему бы и нет? Спрятать. А, у меня нету с собой вообще ни гроша. Ха-ха. Нечего прятать. Три доллара. Кому они нужны? Интересно, а если бы я спрятал И пришел сюда Другим игроком Другого сюжета, Я бы эти деньги нашел или нет? Потому что здесь, по всей видимости, Торгаш стоит. Смотри. Он что-то продает. А еда есть тут, нет? Кушать хочу, не могу. Фига тут нет. Закуски и напитки. Я могу чем-то помочь? Что по телеку показывают? Чем вы торгуете? Свинья. О, копилка есть. Еда. Ай, денег мне не хватает. Давай свинью копилку возьмем. Все, я все деньги потратил. Спасибо и удачи, хрю. Написано. Что по телеку показывают? Церемония памяти к десятой годовщине со дня балла. Есть записи, которые еще никто не видел. Ого, это довольно интересно. Кто вызвал балл? И что? Какого рода записи? Наверное, вот это спросить стоит. О, просто подтверждение того, что правительство заминировало гору. А, это правительство заминировало. Там и Соня, вон, смотри, была. Или похоже на нее тетка. Нифига себе, правительство заминировало. Ё-моё. Тогда хорошо, что мы не голосовали за Тиракт или как его там зовут. Не в курсе, как мне перейти границу. Это ваш ларек? Что думаете про выборы? Надеюсь только, что выборы и правда будут демократичными. Но не особенно это рассчитываю. Даже без запугивания избирателей у них есть способы подделать результаты. Понятно. Ладно, спасибо. Я пошел тут. Ого. Ого-го. Вот она граница. Нифига себе, стенка какая здоровая. Обалдеть. Ладно, спускаемся. Открыть грузовик отмычкой. Но у меня нет отмычки. Силой влезть в грузовик. У меня нет силы. У меня все потрачено. Открыть... Походу я не пройду. Прикинь. Это конец. А вот чувачок стоит. Чувак. Это ваш грузовик? Ага. А что? Просто так, пожалуй. Поможете через границу перебраться? Аааа. Слишком рискованно, дружок. Я заплачу 50, но у меня нет денег. Ммм. А может передумать? Деньги сила. Вот что я скажу. Ладно, увидимся. Конечно, никто не хочет просто так рисковать. Может в кабину залезть как-то или еще что? Ну меня сейчас просто отправят домой и все. Придется переигрывать сюжет. Теперь я понял, что деньги решает. Надо было все-таки операторством подзаработать немного денег. Здравствуйте. Хочешь сдать экзамен на загранрабочего? Именно. Регистрация есть? Ага, нет у меня регистрации. О, нет, извините. Ясно. А сейчас можно зарегистрироваться? Увы, класс уже заполнен. Приду в другой раз. Да, печально печально. Хочешь ждать экзамен на загранрабочего? Вообще-то нет, не хочу. Тогда возвращайся на вершину холма. Сейчас же. На вершину холма. Блин, как быть-то? Туда мне не пройти через грузовики. То есть, вон два обходных путя, смотри, есть, по всей видимости. Пойдем поднимемся. Да, хотел как-то, знаешь, добре-порядочно закончить сюжетную линию. О, а здесь я не был. Не входить. Ну, то есть, тут опасная зона, лучше тут не ходить. Давай пройдемся, посмотрим, что тут. Залезть, пересечь по тропе на холме. Но у меня нифига нету просто. Что ж такое-то? Ладно. Это был один из обходных путей. Пойдем еще другие поищем. Вон те вот пути. Хочу прямо на них посмотреть. Так вот, хотел порядочно как-то пройти эту игру. Да, вот тропинка есть. Но, видишь, порядочно проходишь, и у тебя в итоге нет ни сил, ни денег, чтобы просто преодолеть границу. А это кто такой? Полицейский, что ли? Ты кто? Эээ, притормози-ка. Че за кунфуист? Просто хочу пройти, пустите меня немедленно. Только если я позволю. А может и нет. И почему же назови ей весомую причину? Ну, я не мент. Я хочу перейти границу. Ладно, я не мент. А мне откуда это знать? Враг становится все умнее. Ладно, иди. Но твои отношения мне не нравятся. Да, вообще пофиг, ты меня последний раз тут видел. Я бегу, 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 бегу. Патра-петра-петра-петра-петра. Я сейчас свалю из... Петри. Патриар, Петриар. Я хочу перейти границу. Здравствуйте, как дела? Че-то все тут такие убиты вообще. Может, я с этим и могу подсобить? Ключевое слово скажешь? Вы должны мне помочь. Ладно. Хотя мне и не хочется. Главное, не тормози меня, понял? Вообще, не вопрос. Не буду тормозить, я очень быстрый. А, у меня же есть звезда удачи, и она мне помогла соточку выбить. Там был дроп, типа, поговорить с ней, и 100% у тебя везение будет. Так что мне свезло. Звезда удачи сработала. Фига себе, она меня ведет. Надо было, конечно, в лагере пошариться. Ну ладно. Прежде чем пойдем дальше, давай-ка договоримся. А, меньше можно? Блин, она денег хочет. Е-мое, вот моя карта. Ну, карту я не могу отдать. 45% дропа давай. Успех. Дела этот неплохо, так что дам тебе скидку. Да мне денег нет. Еще меньше. Не испытывай мое терпение. У меня нет этих денег. Тогда удачи с охраной. Мне пора. Подождите, подождите. Прости, каждый за себя. Ммм, блин. Ладно, будем выкручиваться сами. Надеюсь, тут нет аллигаторов. И меня никто не сожрет в этом болоте. Ох, твою налево-то. Что так страшно-то, е-пресе-те? Ну да. Эй, не бойся. Ты кто такой? Ты в порядке? Ты что тут делаешь вообще? Пытался перейти, но... Видно, ночи зрения у меня отсутствуют. Но удачи. Идем со мной. Надеялся, что ты это скажешь. За мной. Я знаю дорогу. Надеюсь, ты меня не подставишь. А может, это охранник? А? Ну, ладно, пойдем. Тут, в принципе, одна дорога. Я бы и сам справился. Сейчас заведет нас куда-нибудь. Капец. Этот свет впереди. Думаю, это пограничник. Надеюсь, их можно подкупить. Я за вами, если можно. Да у меня денег нет, блин. Черт. Это что у тебя такое? А, это фонарик. Я думал, радиоприемник может его впарить. Полицая. И как быть? Ну ладно, пойдем. Че? Других вариантов-то нет у нас. Эй, ё, привет. Стоп! Я стою. Я стою. Я стою. И все? Просто можно к тебе подойти? У нас есть деньги. И? Может, договоримся 20%? Провал. Ты серьезно пытаешься сейчас торговаться? Да у тебя стальные яйца, чувачок. Ну, пожалуйста. Да ну нафиг. Эй, надеюсь, ты в кедах. А я не вижу своих ног, чувак. Тебе виднее. В кедах? Почему? Вот почему. Мимо меня только что пробрались двое. Они пытаются уграть. Беги! Вернись! По нам стреляют! Я выжил? Быстрее! Быстрее! 58 секунд. Собак спустили. Вертолет запустили. Как перелезть? Блин. Блин, 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 блин. Сюда, сюда, сюда. Дай ее. Ну же, я тебя подсажу. Давай, спасибо. Давай, вперед. Нет, я первый. У этого выбора есть последствия. Хажись, я этому чуваку не помню. Блин, его подстрелили. Его ранили. Я думаю, если бы я вперед его пустил, он бы меня бросил. Хотя, он первый предложил подсадить меня. Свобода. Нет ничего важнее. Но многие в Петрии ее пока не обрели. 87 дней спустя. День выборов. О-о-о, война что ли? Что за дела вообще? А, куча народу пришло на границу. А, куча народу пришло на границу. Мы уже с тобой в следующей серии. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующих крутых серий. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok